Продолжая тему топлива, а именно подсолнечного масла в качестве дизельного, поговорим о том, как все должно бы быть, вот по идее, в теории, более-менее правильно, дабы не навредить топливной системе, форсуночкам, да и движку в целом. Можно ли просто взять, залить в бак подсолнечное масло и... Погнали! Можно, но не всегда погнали, а если и погнали, то не всегда далеко. Одно из отличий ДТ от подсолнечного масла, это густота. Маслицо на порядок гуще, и это меня смущает. Во-первых, топливный насос, не каждая конструкция справится. ТНВД, на котором я буду пробовать, теоретически давил бы нормально, но чистым маслом я его мучить не буду, из-за форсунок, в частности, ибо им густота тоже может не понравиться. Распылять дизельное топливо и подсолнечное масло, это немного не одно и то же. Как густота влияет на распыление? Можно прикинуть, в принципе, даже в домашних условиях. Берем ДТ, опрыскивать для шин, шиколку или для цветов, и смотрим на факел распыления. Не вода, конечно, но четко видно, как формируется облако. А вот подсолнечное масло. Больше похоже на плевок сквозь зубы, чем на пыль. Придавливая курек резче и сильнее, ситуация меняется, но не критично. Нечто похожее будет происходить и с форсункой. Не плевок, конечно, но качество распыления, а значит и воспламенение смеси, ухудшится. Отсюда ряд вытекающих. Старт, мощность, динамика и так далее. Понизить густоту и улучшить распыление можно, разбавив масло дизельным топливом. Либо нагрев его до определенной температуры. Выходит, чтобы мне тестануть, нужен отдельный бак. Ну, чтобы не опустошать штатный, допустим, либо для подогрева топлива. Для того, чтобы хорошо разрядить до густоты дизельного, надо греть градусов до 70-80 по Цельсию. Мне эта идея пока не нравится. Теоретически, можно, конечно, сначала завести двигатель на дизельном, затем прогреть и переключиться на растительное. Базару нет. Прогретый насос и форсунки сделают свое дело. Но не в полной мере, скорее всего. Да и на улице уже дубарь. Было бы лето, возможный вариант. А пока я все же, пожалуй, попробую разбавить.